Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Я очень много говорю о гормоновыбрасывающих упражнениях, как единственной альтернативе для натурального атлета. И сегодняшняя информация целиком и полностью будет посвящена людям, тренирующимся исключительно в натуражку. Переоценить значимость данной информации сложно. Гораздо легче недооценить ее, что и происходит практически со всеми, кто переступает порог спортивного зала. От того, какие упражнения мы будем делать, зависит, какого результата мы с вами добьемся. И добьемся ли вообще? Вы часто меня просите показать лучшие гормоновыбрасывающие упражнения. И сегодня я вам расскажу и покажу, на мой взгляд, рейтинг лучших гормоновыбрасывающих упражнений. Естественно, если вы пришли в зал просто за хорошим настроением и самочувствием, то вы можете делать любые упражнения, и это вам поможет. Но рискну предположить, что большинство приходящих в залы хочет достичь определенных результатов в наборе мышечной массы и прибавки в силовых показателях, а также достигнуть определенного мышечного рельефа. То есть избавиться от лишних жировых накоплений. Да и те, кто пришел за здоровьем, тоже получат больше пользы от грамотного, научно обоснованного подхода к тренировкам. Я дам ссылочки, которые вам будут полезны в рамках данной информации. Ознакомьтесь с ними в описании к ролику. Любая тренировка должна начинаться, а может и состоять целиком и полностью, в зависимости от исходного состояния человека, с упражнения, способного вызвать стресс, после которого в кровь выбрасывается большое количество гормонов. Вот лучшие из таких упражнений. Приседания, становые тяги, выпрыгивания из низкого седа с поднятием колен к груди, запрыгивания на высокую опору, спринтерские выбегания и экстензии спины с одновременным отведением гантелей в стороны. Как многие из вас уже догадались, чтобы вызвать необходимый стресс для выброса гормонов в кровь, необходимы упражнения, которые воздействуют на всю мышечную систему целиком и полностью, задействуя все мышцы, мелкие, крупные и стабилизаторы, вызывая мощное напряжение центральной нервной системы. Без выброса гормонов вся тренировка превращается в сизов труд. Касательно набора мышечной массы, роста силовых показателей и даже, что для многих будет звучать невероятно, сжигания жировых отложений. Для всех вышеперечисленных целей необходимы гормоны в крови. И лучшим подтверждением этого является тот факт, что люди, применяющие фармакологию, анаболические андрогенные гормоны, в сотни раз быстрее прибавляют как раз в росте мышечной массы, так и в росте силовых показателей. И уровень жировых отложений у них гораздо ниже и легче поддерживается и достигается. Зная и понимая все это, вы прекрасно осознаете смехотворность заявления некоторых безмозглых тренеров о том, что эктоморфу необходимо тренироваться как-то по-особенному, в отличие от мезоморфа или эндоморфа. Более подробно об этом вы узнаете тоже в ссылочке на статью, которую я дам в описании к данному ролику. Здравомыслящий человек понимает, что это полнейшая чушь и миф, который нам пытаются внушить, бесполезная и большую часть вредная фитнес-индустрия, которая по своей сути всего лишь бизнес-индустрия и заинтересована только в выколачивании как можно большего количества денег, чему их и обучают на всевозможных фитнес-курсах. Лучший пример этому современное повальное увлечение вреднейшим для сердца кроссфитом и, кстати, убивающим почки. Но вам-то внушают иное. Еще бы, вы даже не представляете, сколько денег было вброшено в раскрутку этого дела компании Рибок. И какие сливки снимаются в данный момент со всего этого мирового помешательства. Если тренироваться по классическим рекомендациям кроссфита, тренинга, вы гарантированно увеличите размер левого желудочка вашего сердца. Чтобы этого избежать, нужно всего-навсего отдыхать между упражнениями от 30 секунд минимум, а не выполнять силовые движения одно за другим, без отдыха. Это прямой путь к проблемам с сердцем и здоровьем в целом. И даже есть смертельные случаи. А мы с вами тренируемся в первую очередь ради сохранения и улучшения здоровья. Так о каком кроссфите вообще может идти речь, как о повальном и, как его преподносят для нас с вами, здоровом движении. Большинство проатлетов рекомендуют всем тренироваться, как они, по нескольку часов за раз и выполняя кучу изолированной работы. Но это полнейшая глупость для человека, который тренируется без применения фармакологии. Химик поэтому и растет от пампанговых тренировок, что в его крови всегда плавает большое количество гормонов. И ему всего-навсего необходимо загнать в мышцу, работающую мышцу, и, естественно, лучше пампинга сложно что-то придумать для этой цели. Теперь оглянитесь на свои тренировки. Потраченные годы, впустую выполненные тысячи повторений и подходов в концентрированных сгибаниях на бицепс и разгибаниях на трицепс. Но все может измениться волшебным образом. Просто необходимо вначале выполнить гормоновыбрасывающее упражнение, а после пампингом нагнать кровь в работающую мышцу. Вместе с кровью придут и гормоны. Только такой путь приведет к результату и вашим ожиданиям. Вы перестанете тратить ваше время впустую, обливаясь потом. Теперь вы понимаете, что тренинг рук в отдельный день без гормоновыбрасывающего упражнения в начале тренировки будет впустую потраченным временем. Я уверен, что вы также понимаете, что неважно, к какому телосложению вы относитесь. Биохимия и физиология для всех нас одинаково. Иначе не было бы ни медицины и всего с этим связанного. Тренироваться всем нам просто, необходимо грамотно, используя научно обоснованные методики и тренировочные программы. Для всех нас одинаково важны гормоны, будь то работа на массу, на силу и тем более на жиросжигание. А вот питание это то, что должно регулироваться и подстраиваться под ваш психотип. Да, это не ошибка, ибо классификация по различным типам телосложения ввели психологи. А фитнес-индустрия, как всегда, переворачивает все с ног на голову. Запомните раз и навсегда, не важно, кто вы по типу сложения, тренировочные принципы действуют на всех одинаково. И тренироваться всем нужно по одним, одинаково, грамотно составленным тренировочным программам. А вот в питании необходимо наводить порядок индивидуально. Именно питание является килем, рулевым колесом, если хотите, которое направляет движение в сторону массы, в сторону силы или в сторону жиросжигания. А вот задает движение и надувает паруса грамотная тренировка. Сложите дважды два, и вы сами сможете составить себе грамотные программы тренинга и питания. Но не забывайте еще один очень важный факт. После 50 минут тренинга полезные гормоны, анаболические гормоны, перестают выбрасываться в кровь. Именно поэтому ваши тренировки не должны превышать этого времени с отрезков 50 минут. Это касается именно силовой части тренировки. К этому времени добавляется еще время необходимое нам с вами на разминку и на заминку, которая не входит в данные 50 минут. Также я дам ссылки на статьи ступени, которые являются, на мой взгляд, самым сейчас современным и грамотным подходом к началу тренинга. И расписаны практически на два года начального уровня. Если вы уже не новичок, что легко проверить, сравнив свои силовые показатели с рекомендуемыми в моих статьях ступени, то грамотно примененная гормоно-выбрасывающая упражнения из вышеприведенного списка, вы начнете наконец-то прогрессировать в своих тренировках. И не важно, к какой цели вы стремитесь. Это я вам гарантирую. Конечно, при соблюдении правильного режима питания и сна. И я сделаю для вас еще один подарок. Это будет ссылка на шпаргалку для самостоятельного составления тренировочных программ. Удачи вам, друзья, и позитива, прогресса, сухой мышечной массы. Не забывайте поделиться данным видео в соцсетях. Увидимся в тренажерном зале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok